А ульпу «Перцутра» идут на ура! Русские перцы на русском радио! Русские перцы! Мы приветствуем здесь, в эфире Русского радио, нашего дорогого гостя. Это лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортни. Ура! Доброе утро, дорогие друзья. Мне очень нравится темп, с которым и разговаривает ведущий. Я, с вашего позволения, тогда тоже буду говорить так же быстро. Вы знаете, когда мы видим в студии Алексея Кортни, мы, конечно же, замедляем темп. Немножечко по вальяжной. Немножечко уже можно по вальяжной. А это примерно как в вашей песне «Овощное танго». Алексей пришел к нам в гости. Расскажи же нам зачем. Ну, я пришел в первую очередь, чтобы прикоснуться к... Прекрасному? К прекрасному. Вот Галя. К таинствам. Вы меня очень далеко посадили от Гали. Я подойду потом. Мы знаем, что у вас длинные руки, Алексей. Не настолько длинные, как у Москвы, но неважно. Итак, друзья, я пришел, чтобы, во-первых, пригласить вас всех на наш юбилейный концерт 25 ноября, то есть ближайшее воскресенье в «Крокус Сити Холл». Представляете, я тоже когда услышала, что в группе... Да ну не может быть, 35, так примерно прикинула, когда это было. 83-й год. Меня еще не было, когда вы основались. Ай-яй-яй. А я уже был, мне 4 было. И я всегда знал, что Кортнин в такой молодой... А сейчас «Крокус». И потом по городам, да, я так понимаю? Нет, наоборот. Мы по городам уже наездились, причем с большим удовольствием. Мы за год проехали... Ну, для нас это достаточно. 12 городов больших сыграли там всяческие концерты. И вот теперь завершаем эту эпопею в «Крокус Сити Холле» в воскресенье. Ну, у вас есть кризис среднего возраста? 35 — это такой серьезный возраст. У нас что-то было кризисов... Значит, в 10 лет был кризис. В 15, в 25 и все. Вот последний кризис был в 25, а потом мы как бы одеревенели. Словили дзен. Это как бы затянувшийся пубертатный период. Слушайте, ну а нам интересно, за последние 10 лет много песен новых было написано или нет? Достаточно много, да. На самом деле меня это очень радует, что у нас в программе такой вот стандартной, елочной, так называемой, процентов 70 песен, которые написаны в детстве, ну, как у любой нормальной группы. И вот где-то 5-6, которые прямо сочинены совсем недавно, и их народ знает и любит, и поет вместе с нами. Это очень меня так будоражит. Сколько у вас программ в среднем концертная длится? Часа два, наверное, да? Это очень зависит от того, так сказать, что это, корпоратив, день рождения, похороны или билетный концерт. О, если корпоратив, там, наверное, вообще просто вы отрываетесь, там не только песни, сто процентов. По-разному, вы знаете, бывают такие корпоративы, что... Что на похоронах веселее. Хороша в гроб кладут. Да, это правда. Вот в Крокусе мы будем играть ровно два часа. Мы с Валдесом Евгеньевичем воссоединились, написали очень смешную, мне кажется, программу, со всякими старыми песнями, довольно редкими, несколькими новыми. И получилось такое прямо... Это, кстати, большой подарок для всех поклонников группы «Несчастные случаи». Он же когда академту у вас взял? Лет 20 назад. Лет 20 назад. И причем такое у него перманентное состояние, вроде он в группе «Несчастные случаи», вроде всех «Валдес», «Несчастные случаи», а он на концерты-то не ходит, прогуливает уже 20 лет. Но 20 лет в декрет уйти, вы меня, конечно, простите, это как тяжеловато. Ну вот на такие большие концерты мы его кооптируем, то есть вовлекаем обратно в кооперацию. А вы ему платите гонорар? Да, конечно. Правда? Слушайте, а кто сегодня поет бесплатно, да еще и в Крокусе? Ну, в общем, да. Я знаю, я знаю, кто. Ирина Галара поет в Крокусе бесплатно. Коротенькие вопросы у меня. Валдес Евгеньевич, он мелодии всех песен несчастного случая угадывает? Вот, Антош, приди и убедись. А я и так приду, убеждись. Хорошо, Алексей Кортнев у нас в гостях, друзья. Сейчас прервемся, а сразу после продолжим. Дорогие друзья, у нас в гостях бессменный лидер несчастного случая. Алексей Кортнев прямо здесь. Ну, кстати, вот, Клёш, когда вот так говорят, бессменный лидер, это приятно? Или как-то уже, ну, уже когда команде 35 лет, не обязательно так произносить? Ну, наверное, не обязательно, но я это воспринимаю просто как констатацию факта. Знаете, не комплименты и не подкол. Ну, то есть, если мы будем говорить просто Алексей Кортнев и без этого, это можно, да? Конечно. Спасибо. Тем более же есть же и сольные песни, да, вот та самая «Если б не было тебя», ну, это просто классика. Ну, мы её поём и с несчастным случаем тоже. То есть, да, действительно, она в записи, как бы, существует не в нашем исполнении, а это было сделано для каких-то там старых песен. Старые песни о главном два? Четыре. Да ладно, два. Четыре. Четыре? Да. У нас по-прежнему, в гостях, бессменный лидер несчастного случая. Да, потому что я всё помню, поэтому я бессменный лидер. Вот. Но мы её сейчас исполняем, и очень часто вот как раз на тех самых корпоративах, о которых я говорил. Это прямо главная женская песня. Это правда. В предстоящее воскресенье в Москве будет юбилейный концерт. Так вот, что касается дуэта с Валдисом Пельши? Да. Это что за песня, расскажи. Ну, вообще... Специально новая написана для концертов? Мы написали несколько, да, для этого концерта номеров таких тематических, но это не дуэты с Валдисом, это, опять же, поёт весь ансамбль. Наша с Вадькой сильная сторона — это парный конферанс. Мы же когда-то вообще блистали прямо в этом деле. Если кто не знает, когда-то Алексей Кортнев и Валдис Пельши были ведущими на русском радио в лохматые 90-е. Собственно, программа «Золотой граммофон» — извините, пожалуйста. Мы выросли на ваших эфирах. Делали мы. Да, это правда. Я ещё, будучи студенткой, слушала и даже представить себе не могла, что когда-нибудь буду вашей коллегой. Поэтому мы сочинили такой, можно сказать, сюжет, спектакль, который разыграем 25-го. Там прямо вот рассказывается всё последовательно, в хронологическом порядке. И очень смешно разыгрывается вся эта история с уходом Валдиса из группы, возвращениями, обидами, взаимными оскорблениями, затем примирением и катарсисом в конце. Ну, то есть песня «Закрой за мной дверь, я ухожу», не ваша будет исполнена. Она не вошла, хотя пыталась. Жаль, жаль, жаль. Коротенький вопросик у меня. Лёш, скажи, пожалуйста, почему, так сказать, не суперактивен в интернете? Не знаю. Не твоё? Да, не моё. Я пользуюсь интернетом исключительно для передачи данных туда-сюда. Когда что-нибудь написал, я отправил своим друзьям, товарищам. Я, наверное, просто не очень люблю публичность. Мне её хватает вот в том, чем я занимаюсь, так сказать, оффлайн. И уже в интернете мне не хочется заводить больше друзей. Ну, вообще аккаунт существует. Ну, понятное дело, да. Ну, несчастного случая существует, им занимаются специально нанятые люди. Но сам я никаких аккаунтов не веду, не хочу. Эх, как бы было бы классно, если бы ты бы взял бы и на злобу дня бы написал бы песенку типа «Социально активный» или «Мой хэштег, никогда я сюда не приду». Ну, можно, конечно. И вот тоже на злобу дня писать не хочется очень. Да? Да. То есть баллотироваться не будешь в этом году, да? Нет, баллотироваться не буду. Я понял, что я не люблю филитонизм, да? Вот такой вот утром в газете, вечером в куплете. Ну, совершенно мне это не нравится. У меня были попытки, так сказать, включиться в эту гонку. Но я понял, что я в ней проигрываю и не хочу ни с кем состязаться. Ну, короче, крокодила нет, и ты не пишешь на злобу дня. Ну и правильно. Молодец. Алексей Квартиев. Несчастный случай. Наш гажотехник непривычно так говорит. Но не будем спрашивать, как появилось это название. Да уж, пожалуйста. Уже знают все. Мы хотим послушать песню. Мы долго выбирали, откровенно говоря. И хочется и про радио послушать, и овощное танго. Но почему-то подумали, и я решил. Почему? Вы понимаете, у нас демократия, да, в эфире? Все подумали, и Леха решил. Ну, нет, я выбирал между двумя песни о Москве и «Снег идет», что, в принципе, ну, где-то в настроении в одном. Но Алексей вот не захотел про Москву. Я просто захотел больше послушать «Снег идет», потому что она, а, реже звучит, б, сейчас прямо в природе такое настроение, что вот-вот он пойдет. Да, мы же все ждем, когда уже ляжет «Снег» человеческий. Но уже вот это невозможно уже. Ну, да. В общем, по заказу гидрометцентра, дорогие друзья, на несчастный случай, про «Снег». Ура. Алексей Корни в гостях сегодня на «Русском радио». Алексей, знаете, вот вы пришли, а мы как раз сегодня в течение трех часов забыли сделать очень важную вещь. Сегодня в нашей стране отмечается День бухгалтера России. Они нас завалили просто смс-ками. С ума сойти. Ну, так что, надо поздравить бухгалтеров, конечно. Конечно. Да, дебит, кредит, сальдо – это все, что мы знаем о бухгалтерах. А мы знаем только две – 10 и 25 число. Поэтому восхищаемся. Любим. Любим, уважаем. Всем советуем выйти из теневой экономики в нашей стране. Надо, я думаю, написать какую-то песню про ставку и рефинансирование. Вот у тебя снег падает, вот ставка падает. По-моему, очень хорошо. И главное, размер очень хорошо укладывается в любой практически. Ставка, рефинансирование. Александра Киселева написала, что очень нравится фильм «Московская сага», в котором вы, Алексей, великолепно сыграли. Успехов вам в творчестве. Спасибо большое. Алексей нам уже рассказал, что в марте… Да, в марте. Очень важное событие. В марте у нас будет премьера спектакля. Научно-фантастический музыкальный спектакль в городе Лжедмитрове. Прекрасно. Выйдет в свет. Когда в прошлый раз Алексей приходил к нам в гости, он говорил, что вот будет создан такой спектакль. Я, честно говоря, подумал, что одной идеей все ограничится. Ну, потому что у вас занятость – это, во-первых. Во-вторых, спектакль – это сложный жанр очень. А нет. А Корниев отвечает за слова. Да. На самом деле получилось вот как. Собралась группа энтузиастов. Сначала я обратился за помощью, ну, вернее, с предложением сделать это вместе, к Сергею Белоголовцеву, такому небезызвестному артисту и шоумену. Сережке эта идея очень понравилась, и мы, собственно, в спектакле играем две главные мужские роли «Он негодяя, а я годяя», соответственно. Такие два соперника-антипода. Потом Сережка притащил чудесного совершенно автора Ярослава Свиридова, который нам всем известен по журналу «Максим». Он там пишет все от первой до последней строчки, что касается юмора. Вот. И мы вместе со Славкой начали писать пьесу. Мы ее написали. Как нам показалось, очень хорошо. Пригласили Максима Виторгана в качестве режиссера. Пришел Макс, переписал всю пьесу. Ага. И теперь это стало суровым таким драматическим произведением с 14, по-моему, песнями, мюзикальными, номерами большими. Теперь мы ее каждый день репетируем. Прямо сейчас после эфира я еду, собственно, на репетиционную нашу базу, где мы будем 4 часа учиться играть этот спектакль. Леша, скажи, пожалуйста, а продюсеры спрашивают, будешь ли ты продавать франшизы там «Лже-Тверь», «Лже-Волоколамск» или что-нибудь такое? Можно, можно, конечно. Беда в том, что не было у нас правителей России «Лже-Тверь» и «Лже-Волоколамска». Я могу взять франшизу «Лже-Питер». Да, нормально. Да, вот и «Лже-Питер». Там грядка такая была. Согласен. И в этом спектакле же музыканты, несчастном случае, они же не просто будут играть. Актеры, они первый раз в жизни будут играть драматические роли, а посмотреть на говорящего гитариста или саксофониста, это, знаете, дорогого стоит. Как вы их уболтали, уговорили на такое? Они с огромным удовольствием на это пошли, потому что мы вообще склонны пускаться в эксперименты. Мы же делали спектакли с «Квартета мы», скажем, «Радио и Выборы», где ребята тоже играли ролики, но они были совсем маленькие, почти без слов. А здесь уже прямо с монологами, диалогами и так далее. Но я бы предпочел, чтобы мы об этом поговорили в будущем году. Но мы так и сделаем, да. Когда мы снова придем к вам в гости и все расскажем про спектакль. Конечно, мы еще раз хотели бы всех пригласить на юбилейный концерт в группе «Несчастный случай 35» и в воскресенье, 25 ноября, в Крокусе, будет юбилейный концерт. Программа называется «Что мы имели в виду?» Да. Нас подмывают спросить, что вы имели в виду. Ну, как вы понимаете... Самый классный вопрос. Что вы имели в виду? Не скажешь. У меня есть заготовочка по этому поводу. Приходите на концерт и узнаете. Потому что, ну, слушайте, мы тратим два часа на то, чтобы это объяснить. В нашей концертной программе совместно с Валдесом и всеми остальными участниками ансамбля. Поэтому в двух словах не ответишь. А вы сами для себя нашли вообще ответ на этот вопрос? Ну, если честно, да. Но он длинный, высокопарный и совершенно не для программы «Русские перцы». Ну, то есть, получается, это будет, знаешь, как это самое... А давай расскажем, что они имели в виду. Давай посмотрим. Да, вот так же, как люди приходят на тренинги, там, как бы, «Заработай миллион». Они приходят, два часа смотрят. Ой, как круто, уходят. Говорят, блин, никогда не понял. То же самое. Говорят, сейчас мы точно пойдем и узнаем, что они имели в виду. Два часа счастья, радости. Ура, корти, в перч выходит. Так ничего и не раскрыли тайну. Вполне возможно, что так и будет. Приходите и проверьте. А Валдий Спейдж с вами отыграет концерт и опять в Академу идет на 20 лет? Он идет не в Академу, он идет в Антарктиду на полтора месяца. О, это что за путешествие? Через день. Они с его вот этой компанией «Документалист», с которой они сделали уже шесть, по-моему, или семь документальных фильмов, несколько которых завоевали золотые премии вообще по всему миру просто, действительно прогремели. Они идут в интереснейшую экспедицию на полтора месяца в Антарктиду. Будет совершен самый долгий переход, ну, моторизованный на двух гусеничных, я так понимаю, может быть, колесных транспортных средствах, без промежуточной базы. То есть вот они полтора месяца непрерывного движения. Ну, только на ночевке там останавливаются как-то. Ну, если нет, да. Причем ночевать будут прямо в машинах. А теперь же здоров не по годам. Не, ну, на самом деле, знаете, вот я не волнуюсь. Я знаю, как он умеет размахивать руками, он не замерзнет. Это точно? Не, ну, это же очень действительно правда. Если серьезно, то сложно же. Слушайте, а он так размахивает руками, что может научить пингвинов летать. Да? Представляешь? Ну, смотри, пингвины в Москву летят. Да, да. В Антарктиде просто, да. А это мы узнаем, когда посмотрим фильм. Со скольки взмахиваний. Интересно. В лучшем случае с трех. Дорогие друзья, сейчас наш легендарный, горячо любимый Леша, он все-таки заслужил минуту славы. Ну, если быть более точным, то 30 секунд. 30 секунд славы, все, что хочешь, то и говори. Пожелай кому-нибудь с добрым утром. С добрым утром, дорогие слушатели Русского радио. Очень рад был с вами пообщаться сегодня. Как и всегда, впрочем, давайте дружить. И спасибо Русским Перцам за такую прекрасную утреннюю атмосферу. Благодарю всех. Алексей Сегаев, Галя Корнева, меня зовут Антон Юрьев. У нас в гостях был Алексей Кортнев. Уважаемый, любимый, дорогой, до завтра, любимые! Русские перцы!